В региональный центр обслуживания потребителей Юлия Дерябина пришла как индивидуальный предприниматель. Ей нужен доступ к личному кабинету для получения расчетно-платежных документов в электронном виде. Намного удобнее, отмечает Юля, когда у организации есть возможность оказывать услуги дистанционно. Это значительно экономит время и позволяет решать важные бытовые вопросы всего за несколько минут. Метод единого окна чем-то напоминает многофункциональный центр, говорит девушка, но с некоторыми отличиями. Там мы получаем только услуги, связанные с государственными услугами, здесь уже с частными организациями. Теперь для того, чтобы подключить дом к электроснабжению или выяснить статус своих платежей, не нужно объезжать офисы нескольких ресурсоснабжающих организаций. Региональный центр обслуживания стал первым в Самарской области учреждением, в котором потребители смогли комплексно решать вопросы с крупнейшими энергетическими, газовыми и водоснабжающими организациями. Такой подход существенно сократил сроки и упростил процедуру оказания услуг в сфере энергетики и ЖКХ. Идея создания центра была представлена губернатору Дмитрию Азарову чуть более двух лет назад и долгое время обсуждалась с представителями ресурсоснабжающих компаний. И вот сегодня мы уже видим результат. Мне кажется, он порадует сотни тысяч посетителей ресурсоснабжающих организаций, которые с комфортом могут получить здесь полный спектр услуг по подключению. Мы надеемся, что в созданном совместном с областной администрацией проекте по улучшению качества обслуживания наших граждан мы найдем поддержку, мы найдем отклики у вас. Заявления можно подавать как очно, так и через цифровые сервисы. В дальнейшем в Центре обслуживания потребителей начнут работать специалисты регионального агентства энергоэффективных и информационных технологий под контролем Министерства энергетики и ЖКХ. В настоящее время в Центре трудится 47 человек. Для клиентов организовано 18 окон. Региональный Центр обслуживания потребителей находится по адресу Новосадовая, 106, этаж 2Б. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова